Да, слава Богу. Шалом! Мир всем, дорогие друзья, братья и сестры. Шаббат, шалом! Шаббат, шалом! Шаббат, 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 шалом! Мир Господний всем! Субботний мир всем вам, дорогие друзья, братья и сестры. Подключайтесь, сейчас я сделаю такое, здесь вот поделиться, чтобы братья и сестры, вот с Facebook, с моей странички, чтобы могли тоже заходить. Вот так вот, ах, сейчас еще раз. Да, и запись уже идет уже. Да, братья и сестры, кто подключается, приветствую всех. Вот, сегодня у нас шаббат. Пятница вечер, вот, и, как вот и обещал, я подключился онлайн. Так, надеюсь, тоже здесь получится. И в этих социальных сетях. Так, слава Богу. Вот, хорошо. Прогресс. Научно-технический. Слава Богу. Находясь здесь в Киеве, вот, люди подключаются, вот, со всей Украины, с разных стран. Вот. Вот. Замечательно. Слава Богу. Так. Вот я здесь тоже делаю ссылочки такие. Да, слава Богу. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры, благословение Господне всех вам. Сейчас у нас, да, 17. Уже 0,2 уже. Пять часов по полудни, по киевскому времени. Я буду стараться регулярно теперь выходить в эфир. Пятница, суббота, воскресенье, 17.00. По киевскому времени. По московскому это получается 18.00. Поэтому, друзья, кто из России, кто из других стран, ориентируйтесь по этому времени. По Киеву 17.00, по Москве 18.00. Вот. И подключаться каждую пятницу, субботу и воскресенье. Но, в общем-то, в планах, вот, конечно, каждый день делаю трансляции. Чтобы и наши священники выходили в эфир. И, значит, плюс еще есть такой анонс сегодня. Готовлюсь к радиоэфиру. Вот. Потому что я уже на радио, на разных радиостанциях. Как бы мои семинары, лекции, проповеди. Вот. И здесь, и в Украине, и в России, и в Америке, и в Грузии, в Европе. В разных очень странах. И вот сейчас, значит, если вы помните, кто смотрел, то, значит, я, значит, был на нашем радио в эфире в Америке. Это штат Орегон, если не ошибаюсь. Да, Орегон. Наше радио там, на самом деле, это радио, оно такое, ну, как бы, его не назовешь религиозным, это просто радио, да. Но там есть и такие религиозные программы. Там есть православные традиционные, московского париархата. Священнослужители выходят в эфир раз в неделю, по-моему. Я точно не скажу сейчас. Вот. И у меня будет тоже раз в неделю там теперь эфир. Значит, один час радиоэфира. Постараюсь я так вот именно выходить и в прямом эфире. Вот. Когда не буду успевать, не будет получаться в прямом выйти эфире, то тогда уже буду высылать туда вот за океан записи. Вот. И это большое количество, это десятки тысяч подписчиков, там 90 тысяч слушателей. Вот. И плюс еще записи эти, они, в общем-то, повторяются, и люди слушают. То есть это сотни тысяч людей имеют возможность послушать, значит, как раз Слово Божье, свидетельства. Вот. И тем более, что уже давно уже молюсь о служении в США, значит, на том, уже в том полушарии, будем так говорить. Значит, потому что, что касается реформаторского православного служения, евангельского православного служения, то в США оно просто крайне необходимо вообще. Потому как Америка, да и действительно, вот, кто бывал в Америке, те понимают, о чем я говорю, что это действительно перегресток Вселенной. И все православные, вот, если брать мою тему, вот, православную, да, то именно евангельское такое православное служение, то все, в общем-то, православные церкви в мире, какие существуют, они находятся в США. Есть ли их представительства, или же де-факто, или де-юре, ихние центры. Вот. Поэтому и вот эта радиопрограмма на нашем радио, теперь будет еженедельно моя программа в США выходить. И вот сотни тысяч людей будут иметь возможность слушать, делать выводы определенные и, в общем-то, получать благословение от Господа. Слава Богу! Вот. И сегодня шаббат, сегодня это был анонс такой моих программ, радиопрограмм, регулярных теперь уже радиопрограмм в США. Вот. Я там на разных станциях, в общем-то, мои проповеди, свидетельства, значит, там крутят. Но теперь будет именно еженедельная моя именно программа, постоянная уже. Это очень даже, ну, думаю, важно, потому что действительно достичь множества людей словом Божьим. И пусть реформация, и в США, она действительно, она не только православная, конечно, христианка снется, не только православная церковь, а вообще всего христианства. Вот. И всех православных по всему миру через вот это пробуждение в США. Слава Богу! Так вот, сегодня шаббат, сегодня я уже зажигал шаббатные свечи, сегодня уже время уже субботы, как написано в Библии, был вечер, и было утро, день, там, такой-то. И вот вечер наступил, и, кстати, в нашей православной традиции, христианской православной традиции, взятой из библейского иудаизма, из иудаизма православного, будем так выразиться, можно выразиться, ортодоксального православного иудаизма, значит, и, который, в свою очередь, взял это из Библии, в общем-то, из Торы, из Божьего Слова. Так вот, в этой традиции, нашей, такой, многовековой традиции, день начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день, допустим, там, первый, день второй, день третий, и вот день седьмой. Наступил, и, конечно, да, для многих это, может быть, как-то странно, почему так? Допустим, в протестантских церквях, христианских, то, действительно, так, приветствую, брат, субботы Господни, да, как вы пришли домой, потому что субботу соблюдать по заповеди. А, по поводу субботы, у меня, значит, в 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, то было несколько таких вопросов у меня, очень важных, которые меня вытолкали буквально, заставили меня, вынудили меня выйти из традиционного православия. Это вопрос и о педобаптизме, с которым я был уже категорически не согласен в то время. Вопрос о многобожии, то есть я, ну, педобаптизм – это крещение малолетних, несовершеннолетних, или же без просвещения людей. Вот, многобожие – это молитва разного рода посредникам, святым, значит, там, значит, там, я, наделенных, как бы, божескими свойствами в себе, в себе присутствия. Я был категорически не согласен с идолопоклонством, то есть с иконопочитанием, почитанием крестов, значит, иконы и прочее. Вы видите на мне сейчас тоже вот панагия епископская, крест, значит, сзади меня видите образ, даже весь Харуковь наш покойный отец Алексей Гущин делал. Значит, и это элементы православной культуры, традиции, религии, но я их не почитаю, эти изображения, и категорически против выступаю всегда, кто видел мои лекции, слушал, те понимают, о чем я говорю. Я категорически всегда выступал, и выступаю с самого 96-го года, значит, когда вышел из РПЦМП, вот, Русской православной церкви Московского приорхата, стал категорически выступать против всяких форм идолопоклонства, и много другого, что тогда, как бы, меня просто, скажу так, заставило пересмотреть мою веру, мое христианство, и в том числе вопрос вот тоже, еврейский вопрос, он тогда очень так болезненно тоже мной переживался, национальный вопрос, еврейский вопрос, и вопрос Господнего дня, Господней субботы. Для меня это тоже было очень важно, хотя в православии нет такого, может быть, как вот в католицизме, такого жесткого, как бы, отстранения, как бы, замещения, как бы, да, вот суббота на воскресенье, а в православии нет такого, как бы, ну, де юре, де факто оно есть, как бы, фактически оно есть, но юридически этого нет. Вообще, Восток, он сильно отличается от Запада, в православии от католицизма отличаются еще и тем, что у католиков все более логично, да-да, нет-нет, они все юридически переосмысливают и принимают решения определенные. На Востоке, в православии, очень редко, когда отцы церкви приходили именно к юридическому какому-то определению. Чаще всего так, на обось, не бойся, по умолчанию. Больше фактически шла речь о каких-то вещах. И вот вопрос о субботе, юридически он не был решен в православии, и до сих пор не решен официально. Но для меня было важно не просто юридически это решить до юры, а де-факто. Мне было это очень важно и как христианину, и самому верующему человеку. Хотя большинство протестантов, большинство подавляющих протестантов, с кем я общался тогда, в 96-м, они вообще как бы особенно не задумывались ни о субботе, и как бы для них это было как темный лес чаще всего. Вот я понимал, что как бы, видимо, люди, ну, может быть, не дозрели до этого вопроса. Может быть, как бы, на самом деле в их конфессиях, допустим, у писядников, у хризматов, у баптистов многих. У меня много друзей в 96-м году появилось в разных этих конфессиях, но в них, я так понял, чаще всего действительно определенная своя культура сложилась, будем так говорить. И вопросы как бы особенно не задавали они на эту тему. Поэтому, да, как бы, вот, да и сейчас очень много христиан, честно говоря, так особенно вопросов не задают. Почему, наверное? Наверное, потому что в силу традиции тоже, знаете ли, сила, есть огромнейшая сила традиции. Это не только там брать, если там традиционные христианские церкви, там, как православная, там, католическая. Нет, это сила традиции, она может быть, ну, как бы, во всем. Или сила традиции, или гипнотизм какой-то, знаете ли, вот, толпы, что ли, вот, конфессиональной, религиозной. То есть, человек, допустим, приходя в определенную, там, допустим, церковь, да, общину, конфессию, он как бы перенимает, как бы соглашается с тем, что эта конфессия, как бы ее учение, традиция, он и воспринимает как свои собственные уже. То есть, не то, чтобы человек перестает думать, нет, но он, как бы, соглашается со всем, или почти со всем, тем, что ему говорят. Ну, так устроен, наверное, человек, потому что он попадает в определенную общность, знаете ли, вот это, как бы, как вот гипнотизм стадиона, допустим, да, вот, представим, что там масса болельщиков, допустим, да, значит, и если вы пришли на стадион, допустим, там, где там, может быть, тысяч восемьдесят, допустим, пятьдесят, восемьдесят тысяч человек кричат, они там скандируют, вот, а вы сидите, допустим, равнодушно, ну, надолго вас не хватит. Вот этот заряд такой, как бы, электрический такой толпы, он даст о себе знать. Знаете ли, вот в любом абсолютно сообществе, тем более в религиозном сообществе, есть некий такой тоже, как бы, свое какое-то электричество, какой-то гипнотизм такой. Вот, это в чем-то и плохо, в чем-то и хорошо. Вот в православии, допустим, свой гипнотизм есть такой, свое какое-то такое электричество какое-то. Человек приходит, и, как бы, и он какое-то успокоение получает, допустим, да, вот приходит в храм, поставил свечки, постоял, значит, и потом мне многие говорили, знаете, вот, как-то легче стало, как-то спокойнее стало. Человек приходит, допустим, поначалу ему кажется все чудным, странным, как-то в храме, допустим, а потом он так же крестится, так же смотрит, как все эти вот поклоны, он так же поклоны делает, значит, как бы, и месяц, два, три, и он уже входит, как бы, в этот поток. И уже даже те, кто новые люди заходят в храм, допустим, там, как бы, так вот, рты разевают, как бы, не знают, что делать, и тот человек, который уже несколько месяцев уже освоился более-менее, он уже на них смотрит, как вот, ну, вот, видно, новички, я уже, как бы, уже не такой новичок. И постепенно, постепенно человек входит. И минус этой системы в том, что, вообще любой религиозной системы в том, что человек не то, чтобы тупеет, но он перестает задавать вопросы, это очень плохо. Вообще, реформация, именно реформация, это, как бы, будем так говорить, одна из благородных задач реформации, это заставить человека думать своей головой, принимать решения самостоятельно, отвечать за свои поступки, осознавать персональную ответственность перед Богом, это очень и очень важно. И, да, кстати, вот, и еще, у меня телефон сейчас включен, телефон эфира, попробуем так назвать его. Значит, номер телефона, Киевстар, здесь, в Украине. Значит, если вы в Украине, то можете звонить прямо сейчас мне вот в студию, будем так, в эфир, значит, в нашу архиепископию. Вот, и этот же номер вы себе запишите, этот же номер можно использовать для того, чтобы, значит, как раз и участвовать, также и финансово поддерживать мое служение Господу, именно реформаторское православное служение. Телефон, если из-за пределов Украины, то плюс 3,8, не забудьте. Сам номер, собственно, 096, это Киевстаровский номер, 096 код, дальше 9626675. Еще раз повторяю, 096, 9626675. Вот этот номер, значит, он как раз вот, когда я в Украине, в основном чаще всего, вот, я по этому номеру, значит, и для контакта, для общения, как раз с верующими, разные конфессии, динаминации. И этот же номер, на этот же номер вы можете с любого города, поселка Украины совершить такой денежный перевод, значит, на этот счет, на этот номер как раз, чтобы, значит, финансово также участвовать в евангельском, таком, православном и реформаторском служении. Напомню, 096, 9626675. 096, 9626675. Вот так вот, дамы и господа, и по поводу служения, спасибо за ответ и номер. Какие дела можно делать в субботу, какие нет? Какие именно, по поводу делания и неделания. Конечно, я, как вот новозаветный верующий, я держусь этого правила и в своей семье, и когда в гостях бываю, значит, как новозаветный верующий, я категорически против, знаете ли, вот такого законнического подхода, знаете ли, вот, потому что чаще всего для многих вот христиан, которые о субботе задумываются, то, знаете ли, вот, стоит вопрос, что делать, что не делать. То, что можно отложить, отложите, то, что, а доброе дело можно всегда делать, Мессия этому учит, сам Христос делал добро в субботы, вот, значит, и то, что необходимо сделать, сделайте. Вот, и в двух словах так не расскажешь, но, допустим, вот, есть мессианские учителя, которые об этом очень хорошо делятся, вот, я рекомендую, допустим, книгу, называется «Мессианская церковь восстанавливается». Ее можно в сети скачать, вот, там очень такие живые ответы на как раз вот такие практические вопросы, значит, христианской жизни, в том числе вот в шаббат, в субботу. Вот, и, конечно, как новозаветный верующий, я, безусловно, исхожу из того, что для меня суббота – это день Господний, и день, когда я отделяю все, значит, ну, как сказать, удаляюсь от всякого рода суеты. Даже телефон я включаю, допустим, только лишь вот во время, там, значит, эфира, чтобы, значит, иметь какой-то там, допустим, звонок, вот, или кому-то сделать звонок какой-то вдруг такой особенный, вот, но чаще всего я, вот, кто знает, с нашей церкви все знают уже, чаще всего я в пятницу вечером как выключаю телефон, так я больше его не включаю. Только лишь в субботу поздно вечером, или уже в воскресенье уже рано утром, когда уже на служение еду, то я уже, вот, как раз и включаю его. И я держусь такого правила, что вот суббота – это день, когда я вот с семьей посвященный, с Господом проведенный, а в воскресенье уже там больше суеты и служения. В Библии написано, чти субботу шесть дней работы, суббота Господа, почему служение проходит в воскресенье. А вообще у нас в церкви служение проходит в разные дни, вот, а в воскресенье – выходной день, потому что удобно очень. И это связано, главным образом, конечно же, с арендой. У нас нет своего помещения, здесь, в Киеве, у нас нет своего храма, вот, и мы арендуем помещение. У нас часы аренды с утра – это именно вот воскресенье, с 9 утра до 12 часов дня – наше арендное время. Вот, и, значит, так что, вот так, служение у нас, да, здесь в Киеве по воскресеньям. И также собрание проходит у нас и в другие дни, и в субботу, в том числе, также проходит служение. Ну, не у нас здесь, вот, на левом берегу, а у отца Геннадия, у него в субботу проходит служение. То есть, наши священники проводят, видите ли, служение в зависимости от того, когда они имеют такую возможность. Ну, Геннадий проводит, насколько я знаю, наш священник, значит, у себя сейчас на квартире вообще служение. Поэтому он не связан никак арендой, вот, значит, он не арендует сейчас помещение. Раньше он на Кловской тоже собирался. Вот, и другие священники наши проводят служение в разные дни. Вот, конечно, День Господний – это очень важно и очень свято. И, в первую очередь, это день, который мы посвящаем именно действительно единению такому с Господом. Вот, и я рекомендую, настоятельно рекомендую всем, там, нашим братьям, сестрам именно этот день отделять, вот, для, как раз, именно семьи, для общения с женами, с мужьями, значит, там, с детьми, внуками, там, значит, там, родителями у кого. То есть, как бы, вот, то есть, именно общение, семейное общение – это очень важно. Вот, я думаю, что христианство очень много потеряло в свое время, отказавшись от традиции шаббата, и потеряло, наверное, именно самое основное, именно семейность такую. Вот, как вот в еврейской традиции именуется, называется мишпаха, мишпаха. То есть, такая вот семья, такая община, как бы, дружная такая семья общины, вот, потому что церковь часто ассоциируется у нас, вот, именно, значит, больше с чем-то официальным, как бы, официозным таким, значит, знаете ли, вот, служение какое-то такое официальное, вот, значит, такое соборное, не знаю, ну, храмовое служение, допустим, если брать православную церковь. Вот, а общинность, общинность и вот такая именно мишпаха, вот такая дружная такая семейная такая община, это сегодня возрождается в разных конфессиях, в разных деноминациях, вот, кстати, даже в православии. Вот, отец Алексей, значит, тоже об этом разговаривал, как раз на эту тему, значит, и мы вспоминали отца Александра Меня. Отец Александр Мень, он, наверное, один из первых, вот таких, уже в наше время, православных священнослужителей, что вопрос ставил, как раз тоже, о такой общинной, семейной, христианской, такой, ну, как бы, жизни. Так, сейчас я проверю, как у нас идет трансляция, надеюсь, вот, все будет хорошо. Делаю почасовые такие трансляции, а, да, вот, я вижу, есть трансляция, слава Богу. Вот, так что, дорогие друзья, значит, да, шаббат, возлюбленные друзья, шаббат, шалом. Благословляю всех вас, дорогие друзья, и, надеюсь, сейчас, как подключились мои, домашние. Да, вот, местописание, как раз, да, вот, значит, написано в Библии. Итак, никто, да, не осуждает вас за пищу, питье, за какой-нибудь праздник или месяч, или субботу. Это и есть тень будущего, а тело во Христе. Да, слава Богу. Поэтому я скажу, что мне очень жаль, что, к сожалению, сегодня многие христиане не прислушиваются к этому писанию, к этому тексту, как раз, именно, вот, непосредственно этому выделенному фрагменту. Потому что очень много христиан, к сожалению, сегодня именно осуждают, вот, тех верующих, которые, вот, действительно, вот, написано за пищу, за питье, значит, да, за какой-нибудь праздник, новомесячий или субботу. То есть, вот, осуждают. Я слышал это уже много раз, уже и слышу по сей день, к сожалению, довольно часто, довольно часто, к сожалению, именно осуждение, вот, и Писание говорит как раз именно о том, что, ну, не стоит осуждать, не надо осуждать верующих, которые, именно, вот, держатся этих правил, и для кого, вот, пища, питье, значит, да, значит, там, праздник, новомесячий или субботы. Вот, слава Богу. Вот, и для всех, для нас, и тех, кто разумеет Божьи заповеди, и тех, кто не разумеет, значит, действительно, да, а все тень, все тень, и воскресенье, и субботы, и этот эфир, значит, и, значит, и все, абсолютно все тень. На самом деле, как написано в Писании, а тело во Христе, во Христе, потому что то, что на этой земле, по сути, это все временно, это все тень. Это все лишь, все пройдет, как в той песне пелось, помните, да, и печаль, и радость, все пройдет, так устроен свет, но любовь не проходит, нет. Действительно, тело во Христе, вот, и дело во Христе, именно, вот, и, значит, а все остальное, это лишь тени наши, это все лишь, на этой земле, на самом деле, все временно, все тленно, и все является некой тенью. Вот, даже, допустим, примерно, значит, там, хлевопреломление, там, то же самое, значит, ну, все, что берем мы вообще, живем на этой земле. Как вы относитесь к протестантским церквям? Очень хорошо, ну, как бы, большей частью, конечно, хорошо, но вопрос такой, очень такой общий, как бы, к протестантским церквям. Вот, значит, если в целом брать, то хорошо, конечно, вот, потому что, значит, ну, опять-таки, разные протестантские церкви, разные православные церкви, разные католические церкви, вот, очень разные верующие, конечно, в разных церквях. Знаете ли, со всем христианским миром наша церковь тоже, мы тоже протестанты, только православные протестанты, если можно так выразиться, потому что тоже за реформацию, тоже, как раз, реформаторы, евангелисты, миссионеры, вот, и тоже, значит, наша церковь, она так называется даже, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, то есть, да, я себя воспринимаю таким православным протестантом, значит, да, потому что протестую, вот, против многих заблуждений, ересей, действительно, но хотя слово протестант, оно, честно говоря, так не очень мне нравится, честно говоря, потому что, значит, все-таки я подчеркиваю, значит, то, чаще всего, что всем нам, вот, что православным, что протестантам, что католикам, ну, всем нам христианам, независимо от нашей конфессии, динаминации, нужно быть, действительно, христианами веры библейской, евангельской веры, вот, в чем дело, потому что, действительность, это вера-то, она одна, вера Божья, вера евангельская, вера христианская, вот, и сам, я, поэтому, да, действительно, общаюсь с разными церквями, чаще всего с протестантскими церквями, потому что традиционные православные церкви меня чаще всего вообще не воспринимают, значит, и видят меня как еретика, особенно, вот, русская православная церковь, Московская Патриархата, с которой я вышел в 96-м году по идейным соображениям, именно по библейским таким убеждениям, евангельским убеждениям своим, это было в 96-м году, я об этом пишу, об этом рассказываю много, можете посмотреть, и здесь, вот, прямо на ютубе, на моем канале же, значит, там, в этих видео, есть мое свидетельство, называется «Мой путь к живому Богу». Я знаю, что вы не поклоняетесь иконам, слава Богу, что приходит правильное понимание в православную церковь. Да, слава Богу. Кстати, в это воскресенье будет у нас такое рабочее, такое воскресенье, рабочее служение, посвященное, значит, Кириллу Лукарису, патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл, реформатор православный, евангелист, который через сто лет после Лютера, в 17-м столетии, поднял знамя реформации на православном Востоке. Так что, да, патриарх Кирилл Лукарис, в нашем календаре, вот, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, его имя даже три раза там в календаре указано, но вот, упоминание есть как раз 13-го ноября, потому что он родился, собственно, он родился 13-го ноября 1572-го года на Крите. Значит, и он сам грек, родился в греческой семье, да, он Лукарис, фамилия его, значит, и его Константин звали, это уже впоследствии, уже став священником, он взял имя Кирилла. Так вот, значит, и Кирилл Лукарис стал патриархом, он учился, кстати, учился он у Галилея, у Галилея, значит, и, в общем-то, научную карьеру избирал себе, но впоследствии отказался от научной карьеры и решился на то, чтобы, значит, посвятить себя священному сану, служению в священном сане. Вернулся в Грецию, стал священником, был священником в Африке, вот непосредственно, значит, в Александрии, в Каире. Там же он стал, да, путешествовал, будучи африканским священником греческим, он путешествовал в Западную Белоруссию, в Брест, и здесь был в Украине, в Киеве был, значит, на берегах Днепра, значит, путешествуя в Брест, вместе со своим товарищем, но товарища сожгли на костре там в Бресте католики, а он бежал снова через Киев, значит, через Украину, снова бежал в Африку, в Александрию. Вот такая была у него непростая такая, знаете ли, судьба миссионера, евангелиста такого. И вот в Африке он стал патриархом Александрийским впоследствии, вернувшись в Африку, а через некоторые годы его избрали патриархом Вселенским, патриархом в Константинополе, ну, в Стамбуле уже тогдашнем. Вот под властью турецкого султана была Греция, и, значит, вот находясь там уже патриархом Вселенским, Кирилл Укарис поднял знамя Реформации на Правоославном Востоке. И, даст Бог, в это воскресенье как раз будем читать вот это Восточное Исповедание Христианской Веры. По крайней мере, вечером, ну, точно уже, если днем, я не знаю, как по времени получится, ли успеем, ли не успеем прочесть все, то вечером подключайтесь обязательно, значит, вот к трансляции в эфире. Я напоминаю тем, кто подключился, эти видео, они обраматываются сразу же и выставляются снова же на здесь, в записи уже. Вот, и каждую пятницу, суббота, воскресенье в 17.00 по киевскому времени, в 18.00 по московскому я буду стараться выходить регулярно, теперь уже три раза в неделю минимум. А в планах есть вообще каждый вечер в 17.00 по киевскому времени выходить вот в прямой эфир, чтобы иметь возможность как раз делиться с Словом Божьим, вот, иметь общение с братьями, и наши священнослужители, чтобы имели возможность тоже подключаться, вот, и делиться с Словом Божьим, вот. И, получается, завтра вечером, как раз накануне служения, буду тоже о Кирилле Лукарисе рассказывать, даст Бог так, ну, в общих чертах, а уже в воскресенье вечером в 17.00, в воскресенье вечером, значит, тогда уже дочитаем вместе, может, даже с отцом Алексеем, если он успеет быть как раз, он вообще-то на работе будет в воскресенье, но если успеет, то вместе и почитаем как раз «Восточное исповедание христианской веры». То есть, это та книга, которая стала для православных тем же самым, допустим, чем, ну, не знаю, ну, тезисы Лютера, допустим, вот, или, допустим, не, ну, конечно, не тезисы, ну, да, они похожи на тезисы, они краткие такие, как раз статьи, вот, или же, допустим, как вот, значит, уже других отцов, Жанна Кальвина, допустим, значит, «Точное изложение христианской веры», но там уже, опять-таки, у Жанна Кальвина, у него богословие уже такое яркое, вот, именно библейски выражено, и очень оно так вот отработано, оно очень, именно, действительно, завершенное, да, в богословии, ну, великий был богослов на самом деле. Вообще, 500 лет назад, действительно, Господь поднял великих мужей божьих. Сегодня, кстати, 10 число у нас, да, если брать, ну, солнечный календарь, гражданский, 10 ноября, значит, и сегодня день рождения Мартина Лютера, кстати, да, он родился 10 ноября, вот, и, в общем-то, сегодня его добрым словом уже вспоминал не раз, вот, и сегодня и в молитве Господу, благодарю Бога за Мартина Лютера, и за других реформаторов, слава Богу. Вот, и, конечно, сама дата, вот эта, она тоже в нашем календаре есть, потому что в календаре нашей церкви, православном, таком, обновленческом, евангельском календаре есть, не пиваться вином, но и назидаться Духом Святым, возникает вопрос, можно ли пить вино и сколько? Ну, упиваться нельзя точно, однозначно, пьянство в Библии осуждает, вот, значит, а сколько? Ну, честно говоря, из опыта уже, своего личного опыта, служения, я уже, получается, ну, 30 лет уже в полном служении, в православии, вот, знаете ли, я скажу так, большинству все-таки славян лучше не пить вообще, потому что, знаете ли, подавляющее большинство славян, на мой взгляд, вообще с алкоголем никак не может дружить, вот, это, это просто, я в этом убеждался много, да, просто, вот, действительно, вот, да, к примеру, если некоторые славяне, допустим, с России, да, гости, приезжают, допустим, в Грузию, многие пьют и тут же пьяные, и все, и никакие, понимаете ли, значит, и порой удивляются, почему, допустим, грузины, ну, не пьянствуют, там кругом вино, но пьяниц-то и нету, знаете ли, значит, или, допустим, вот, такой культурный шок, тоже такой для меня был, в Израиле, кибуц, еврейский кибуц, ну, это как колхоз, еврейский колхоз, ну, такой коммунистический, такого, такого, принципа такого, в хорошем смысле слова, коммунистического, потому что там, действительно, вот, принцип, к которому мы стремились, вы знаете ли, всем обществом когда-то, вот, там он осуществлен, именно в Израиле, ну, по крайней мере, в кибуцах, от каждого по возможностям, каждому по потребностям, то есть, это действительно чудо, я видел своими глазами, и вот эти кибуцы, еврейские колхозы, они, действительно, передвики производства, в своем роде, и, значит, и есть на кого равняться, так вот, и в этом, в Кибуце, например, мы ночевали в одном кибуце, недалеко от моря, мертвого, так вот, и там, прямо посреди кибуца, этого колхоза еврейского, там, круглосуточно работает ресторан, потому что там многие работают, и ночью работают, и рано утром выходят на смену, или поздно вечером уже там, ну, то есть, там, знаете ли, евреи работают, как пчелки, действительно, там трудоголики, еще те, вот, и, конечно, именно, вот, еврейский колхозник, вот, на мой взгляд, это самый добросовестный колхозник, это такие трудяги, что, скажу, что я, ну, таких трудяг мало где видел вообще, вот, по надою молока, значит, это мировые рекордсмены, вот, по, значит, сельхозпродукциям различным, бананам, там, всему остальному, мировые рекорды бьют, вот, действительно, это чудо, вот, просто, действительно, это, вот, сочетание, именно, еврейского, упертого, такого, труда, такого, очень, не покладая рук, вот, и Божьего благословения, вот, это сочетание, просто, показывает, действительно, чудеса, так вот, и, конечно, шаббат, там, люди в покое, вот, значит, а вот, посреди, я говорю, этого колхоза еврейского, кибуца, ресторан, и там, Мы зашли, мы поздно уже приехали, однако же там дежурные есть повара, нас накормили, добавки, все накормили от пуза, мы довольны, и там алкогольный бар у них, все бесплатно, абсолютно все там бесплатно, любой колхозник, любой гость приходит, покушал, совершенно бесплатно. Это все за счет колхоза, все кругом колхозное, все кругом еврейское, все кругом мое, действительно, и алкогольный бар, начиная от легких вин, заканчивая Джек Дэниелс и другие виски, все бесплатно, совершенно. Знаете ли, мы были там в кибуце день, потом уже, и ни одного пьяного еврея мы не видели, и ни одного у них там нет прогула, люди все работают просто-напросто, как говорится, как Папа Карло. Вот это, да, думаю, вот в нашем колхозе, вот, допустим, в российском колхозе, допустим, где вот я знаю колхозы, да, ну, сейчас они не колхозы, но, как бы, ну, в принципе, хрен речки не слаще. В принципе, те же самые колхозы и остались-то, просто под другими названиями. Так вот, и, думаю, в нашем колхозе, допустим, в российской глубинке, вот, где я служил, допустим, в Рязанской области, в Брянской области, служил на приходах, вот, сделай бесплатный ресторан в центре города, в центре села, допустим, да, вот, и сделай алкогольный бар бесплатный, вот. Так это же буквально там через, там, неделю-две весь колхоз-то и вымрет. Я не просто говорю это, я знаю это, я просто это знаю, потому что я служил в селе, я знаю, что такое село, я знаю, что такое вот Рязанская область, Брянская область, Московская область, это просто страшное дело вообще. Вот, в девяносто первом году я был священником в Рязани и потом в Рязанской области служил в селе. И как раз вот девяносто второй год наступил и людям не платили уже много месяцев зарплаты, значит, и потом в том селе, где я был настоятелем храма, вот, а там много было вокруг сел, значит, поселок, поселки, села, деревни, такие выселки всякие, то есть довольно большой приход. Вот, и когда-то был большой совхоз, значит, там, и он пошел по миру, как бы, но правление совхозное осталось такое крупное, значит, там, и люди за трудодни работали, за галочки работали, знаете ли, вот, вот, и кто что сворует, то и имеет. Вот, конечно, было страшно очень такое, насмотрелся я на эту гадость, вот, значит, и, представляете, значит, и потом я был свидетелем, когда вынали зарплату, значит, спиртом со спиртзавода, значит, такими трехлитровые банки, закрытые, значит, крышками, как, вот, знаете, огурцы, значит, эти помидоры, а это спирт был, значит, ну, питьевой, как назвать его, не знаю, вот, значит, и пищевой, значит, и вот, и выдавали этими, такими ящиками со спиртом зарплату, часть зарплаты выдали, ну, до следующей части зарплаты фактически никто не дожил, то есть, я вот говорю, я, сколько там, месяц, два, да и больше, наверное, я только, только и делал, что хоронил, короче, и очень редко, когда был один только гроб в моем селе, допустим, в день, один погонник, а так чаще всего два, три и больше, короче, через, там, месяц, два, три и в этом совхозе, то есть, я имею ввиду, вот, само это село основное, поселок, там, значит, там, другой поселок, там, выселки, фактически все мужское население вымерло, то есть, я говорю, реально, вымерло, то есть, не стало мужиков фактически вообще, вот, и я устал хоронить их, и, знаете ли, это было страшно, то есть, я, вот, в жизни всякие вещи видел страшные, но, вот, вот, это одно из самых страшных, что я в жизни видел вообще, как вымер народ, просто реально вымер, как мухи, остались одни бабы, инвалиды, вот, значит, там, значит, старики, старухи, значит, там, какие-то еще, ну, и буквально там, там, совсем немного, не густо, несколько мужичков осталось, вот, которые угробили свое здоровье, и, ну, еще были живы, по крайней мере, они были живы, вот, это было страшно, я разговаривал с врачом, значит, который вскрывал этих мужиков, вот, он в райцентре, он говорит, что я такое раньше только в учебниках видел, вот, значит, то есть, это можно их внутренности, многих этих мужиков, можно, значит, ну, как бы спиртовать и, как бы, выставлять для показа вообще, знаете ли, в какую-то кунсткамеру какую-то, наверное, потому что реально были кишки, были оплавленные, то есть, люди пили, разбавляли спирт, а потом уже, видимо, не разбавляли, пили как есть, и просто реально внутри они оплавились, люди оплавились внутри, это страшно вообще, вот, вам отличие еврейский колхоз и русский колхоз, вот, делайте вывод сами, вот, понимаете, значит, в чем проблема, что очень многие люди у нас, вот, в бывшем Советском Союзе, вот, особенно Украина, Россия, Белоруссия, особенно Россия, особенно Россия, вот, именно когда пьют, то имеют целью именно напиться, забыться, отключить мозги, евреи, когда поднимают кедуш, допустим, да, значит, там, шабатний, вот, то есть, да, вообще, когда, если вино пьют, то не имеют целью никогда отключить мозги, то есть, нет такой цели, зачем, ну, как бы, ну, себя превращать в животное, для чего это себя лишать вообще человеческого всего, вот, поэтому, здесь для русскоязычных церквей, я думаю, протестанты, многие очень правильно сделали, объявили вообще сухой закон, большинство баптистов, кого я знаю, харизматов, адвентистов, значит, 50-ников, вообще пошли на очень радикальные меры, борьба с пьянством, очень радикальные меры, и я их не осуждаю, я даже поддерживаю их, потому что очень правильно они решили, потому что иначе бы просто повымирали бы, вот, значит, действительно, было принято решение, значит, братьями, просто именно сухой закон, реально сухой закон вести, вот, так они и живут до сих пор, большинство, подавляющее большинство русскоязычных протестантов не пьют вообще, ничего не пьют, никакого спиртного не пьют, вот, и это правильно, на мой взгляд, решение, хотя, опять-таки, это не по слову Божьему, это против Библии, но это по здравому смыслу, знаете ли, по здравому смыслу, вот, вот, лучше идти против Библии, но не против здравого смысла, вот так вот, как вы относитесь к музыкальному проставлению протестантских церквей, новое поколение, да, я дружу с разными церквями, в том числе с новым поколением, вот, значит, и очень люблю Алексея Ледяева, и просто обожаю его эти мюзиклы, особенно вот «Разорванная завеса», «Обочина», там, значит, там, какие еще, «Кифа», конечно, там, другие мюзиклы, вот, и музыкальные, вот это вот, я вообще творческий человек, я не музыкант, конечно, я, значит, не музыкант, я художник, по своей специальности доцерковной, я художник, мое средство выражения, моим средством вот таким вот выразить себя, свое нутро, свое чувствование, является вот живопись, графика, особенно живопись, особенно пейзаж, вот, но я очень люблю музыкантов, очень уважаю, значит, композиторов, музыкантов, и у меня много друзей всегда было музыкантов, и, знаете, друзья, вот, конечно, великое дело, великое благо, когда люди могут прославлять Бога на различных музыкальных инструментах, у нас, как такового, здесь, в Киеве, сейчас, вот, в нашей архивископии нету музыкального такого сопровождения, но, я думаю, будет, молимся об этом. Кстати, вот, значит, даст Бог в это воскресенье у нас будет как раз, ну, несколько песен мы споем, по крайней мере, вот, именно под гитару. Вот, одна сестра обещала, сестра Елена обещала, значит, вот, сыграть на гитаре, значит, и хотя бы, там, два-три псалма, вот, мы споем. Вот, поэтому, конечно, значит, мне очень нравится, вот, прославление на различных музыкальных инструментах, и сам я, вот, хотя не музыкант, но в конце 2000-го года, когда такое было окончательное призвание, такое мое, вот, к этому служению, сегодняшнему реформаторскому такому православному служению, знаете ли, я видел видение, вот, я два раза в жизни лишь видел видение, вот, и первый раз это было еще давно, еще в Советской Армии, где я служил и в 80-е годы, Советская Армия, было все очень тяжело, значит, ну, последних, особенно, полгода моей службы, потому что, значит, сажали меня чаще всего в карцер, вот, и офицер, вот, мой ротный тогдашний новый командир, он издевался надо мной, не как над солдатом, а как над верующим, и он считал, знаете ли, не только он, а начальник штаба тоже так считал, что я, как верующий, это как паршив овца, который все стадо портит, то есть, роту всю, как бы, да, значит, и полк, значит, потому что на моем деле личном кто-то написал еще в военкомате верующий, вот, и, как бы, так получилось, что, вот, первых полтора года службы было нормально, даже, даже было очень хорошо, мой ротный тогда офицер, командир, он даже покрывал меня всегда и, значит, отпускал в увольнение, на служение, то есть, я был фактически каждую субботу-воскресенье, субботу вечером я был на всеношной, воскресенье с утра я был на литургии, на служение, значит, и возвращался после служения уже в воинскую часть, я фактически каждую субботу-воскресенье проводил в храме, вот, читал, пел на клирусе, то есть, как бы, это мое любимое дело, мое любимое служение, вот, и я очень хотел, вот, именно служить Господу, вот, и, Но в последних полгода было очень тяжело. Вот этот офицер, вот он гнабил меня, но обещал дембель ногами вперед, но так получилось, что сам уволился из армии ногами вперед в гробу. Вот так получилось. Но опять-таки в Библии говорится, что касающийся вас, касается зеницы ока Божьего. Вот и поэтому очень важно, я так понимаю, молиться за врагов, за гонящих, обижающих нас, потому что действительно творящих напасти, потому что действительно люди, гоня верующих, не понимают, что гонят Господа, а не просто верующих. Вот и там вот, находясь в карцере, в очень стесненных обстоятельствах, ну, конечно, было очень трудно выжить в тех условиях, но я выжил и вот в такой момент кризисный, да, видел видение. Видел Иисуса, видел видение. Я об этом рассказываю тоже и в свидетельстве своем. Можете почитать в интернете, найдите там «Мой путь к живому Богу». Сейчас я готовлю книгу к изданию. Вот, а в конце 2000-го года было видение другое в моей жизни. Опять-таки, это не было никак связано с экстремальной обстановкой, абсолютно нет. Значит, не было никакого экстрима, все было, ну, хорошо, более чем хорошо. Вот, но это было призвание на служение. Я видел огромную сцену, не потеряв чувство реальности. Вот, я был в гостях в одной из церкви протестантских, и там была сцена, пастор вышел на сцену, готовился к проповеди. Музыканты стояли, они слегка подыгрывали зал. Вот, я не потерял чувство реальности, что вот я в этой реальности, в которой я нахожусь, но я увидел другую реальность, гораздо более реальную реальность. На этой сцене еще одна сцена, и там, если на этой сцене, вот, где я был тогда, это здесь вот, в Киеве, значит, кинотеатр Ленинград, на Ленинградской площади тогда, значит, и, знаете ли, было несколько музыкантов, а на той сцене, в которой я видел видение, там были сотни музыкантов, и они славили Бога, я так понимаю, потому что это просто было настолько, ну, удивительно. Я слышал их, вот, музыкальное, вот, как, исполнение, как они играли на музыкальных инструментах. Одних скрипок было, были сотни просто, сотни, ну, я таких огромных сцен и такого огромного количества музыкантов в своей жизни не видел, в реальности не видел. Вот, и, может, только где-то в записи, да и то, я вряд ли, думаю, даже такое, как бы, где-то есть даже. Вот, потому что это, таких скрипок сотни, потом больших скрипок, там, чего только не было, разных музыкальных инструментов было, огромное количество, вот, исполнителей этих. Вот, и они играли слаженно, вот, но я не знаю, как бы это ни было голосом или что, но я понимал, почему-то откуда-то понимал, что это, вот, будет, вот, прославление такое, вот, в церкви, служение, вот, в церкви, потому что там дальше было призвание. Вот, но об этом я тоже рассказываю более детально, значит, в свидетельстве своем. Вот, вот, и, знаете, пока у нас нет музыкантов, вы молитесь за исцеление больных с возложением рук? Да, конечно, конечно, почему нет-то? С самого девяносто шестого года, как я вот вышел из традиционного православия, значит, я молюсь, конечно же, молюсь, вот, и я всегда говорю людям, чтобы люди это делали, вот, больных исцелять, и мертвых воскрешать, и прокаженных очищайте, значит, то есть, то есть, то есть, это то, что даром получили, даром давайте, это то, что Бог совершает через нас, верующих, вот, и, значит, и неважно, я в рясе, с крестом, с поногими на груди, вот, или просто, значит, обычный прихожанин, будем так говорить, неважно. Даже если вы один день, только первый день верующий, уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, пожалуйста, да, возлагайте руки, молитесь за людей, Господь через вас будет совершать, значит, и мертвых воскрешать, и больных исцелять, прокаженных очищать, потому что Господь нелицеприятен, Бог, Он действительно хочет, Он это совершает через нас, потому что Он, знаете ли, ну как, дождь свой и на праведных, и на неправедных посылает, и солнце Его светит всем, и добрым, и злым людям всем абсолютно, потому что Он очень благ, никто не благ, так как Бог наш благ, вот, и, конечно, еще лучше, когда человек не только физически исцеляется, а еще и обращается к Богу, знаете ли, жизнь его меняется, вот, это еще лучше, вот, но, как бы, с другой стороны, далеко не все люди, и тогда, и сейчас, и в библейские времена, и в наши времена, вот, даже пережив великие чудеса, обращаются и меняются, и обращаются к Богу живому, как, помните, тот такой случай, описан трагичный случай, когда Иисус очистил 10 прокаженных, вот, и только лишь один вернулся воздать славу Богу, и тот был, оказывается, не евреем, иноплеменником, представляете, вот это да, вот, и Иисус воскликнул даже, вот, он не сдержался, он просто воскликнул, где же 9, где же остальные 9, вот, те 9 евреев, где они, история умалчивает, где они, что они, не, ну, конечно, слава Богу за них, они получили исцеление, слава Богу, они все-таки, ну, понимаете ли, не дай Боже, там, страшная болезнь проказа, вот, значит, ну, значит, ну, они были исцелены, но тот иноплеменник, не еврей, он не только физически исцелился, он и духовно исцелился, вот в чем дело, это вот, это еще более важно, слава Богу, поэтому, да, чудеса совершаются, значит, Бог подтверждает своими знамениями, чудесами и знамениями проповедь Слова Своего, евангельскую проповедь, значит, и поэтому, да, молюсь за исцеление, но, конечно же, говорю, что в первую очередь наиважнейшее, именно самое важное, архиважное, это действительно обращение к Богу, покаяние, рождение свыше, потому что без этого, знаете ли, никто не увидит Царство Божьего, даже будучи исцеленным, благоставленным со всех сторон, да, почему в православных церквях устанавливают так все на обряды, например, крещение младенцев, Библия написана даром, давайте, да, моя, кстати, реформация, значит, какой современный перевод вы посоветуете? Я вообще скачал себе разные переводы, все, какие есть там на русском языке, на украинской мове, все я себе поскачивал, поэтому время от времени я пользуюсь разными переводами, в одном, допустим, месте как-то один перевод нравится, в другом, другой перевод, вот именно по, такой, как сказать, благозвучности, будем так говорить, да, по мелодичности, благозвучности, мне больше всего понравился перевод под редакцией Кузнецовой, я был как раз в Союзе Баптистов в России, в Москве, и купил себе вот такой новый завет, радостная весть, под редакцией Кузнецовой, и не пожалел, мне очень понравился, именно вот по, некоторые вещи, может быть, они не так точны, вот, как вот с переводческой точки зрения, но, как вот любитель словесности, знаете ли, красивый, я был очень благоставлен, и до сих пор благоставлен, потому что я часто перечитываю и наслаждаюсь, вот, действительно, вот, красотой и слога, действительно, благозвучностью, мелодичностью, в этом должно быть, в Слове Божьем все красиво должно быть, действительно, и перевод, наверное, он должен быть такой, ну, красивый все-таки, литературный, действительно, вот, а по поводу таксы, да, это Симония, в православии, это называется Симония, по имени Симона Волхва, помните, да, того самого несчастного человека, который вроде как бы и уверовал, там, и был с апостолами, все, значит, но он попросил, принес золото, ну, серебро свое, при этом деньги принес, значит, заплатить хотел, как, хабара или как-то называется, взятку дать такую, да, значит, чтобы за него помолились, вот, и чтобы он получил Духа Святого, чтобы на кого он возложил, чтобы тоже получали Духа Святого, вот, интересно очень, вот так вот, ну, и мы знаем, что, действительно, апостольский ответ был очень жесткий по отношению к нему, к Симону, и в православной традиции мы называем Симонией, вообще, хрестоматийно, рукоположение за деньги, и вообще продажу благодати, попытку продажи благодати Духа Святого за деньги, за мзду, за материальное вознаграждение, это нечестиво, конечно, практика, вот, и я об этом тоже рассказываю, это одна из причин, почему я, в общем-то, и вышел тоже из РПЦ, одна из причин, но там вы упомянули крещение младенцев, я отказался от практики крещения младенцев, тогда же, в 96-м году, я крещу только лишь взрослых людей, вот, по поводу таксы, моя реформация, еще будучи настоятелем традиционной православной церкви, храма в Брянской же области, моя реформация началась с того, что я отменил все таксы, пожертвования должны же быть добровольными, я не говорю за десятину, и десятины, и пожертвования должны быть добровольными, потому что доброохотно дающего любит Господь, скажу так, и десятины, и пожертвования должны быть доброохотными, не просто добровольными, знаете ли, как говорят, колхоз делал добровольное, да, нет, а именно доброохотными, то есть, желание должно быть доброе, свое личное желание, пожелание должно быть, Вот в чем дело. И это должно быть действительно осмысленным, сознательным актом. В православной традиции десятина всегда была, но она была недоброохотная, к сожалению. Она была из-под палки, полицейскими мерами, взимаемо методами. И люди попадали в тюрьму, в Острог, в солдаты забревали за утаивание десятины или какой-то части десятины, допустим, за отказ платить десятину. Можно было в Сибирь, матушку, попасть в то время. До самого 1917 года, до Киева...